К другим темам. Весьма оригинальные меры по снижению производственного травматизма среди сотрудников предпринимают самарские коммунальные системы. У всех работников предприятия теперь есть возможность воочию оценить, к чему может привести даже секундное ослабление внимания. Слово Николаю Козлову. Герой бессмертной комедии Гайдая спрашивал у Шурика, бывали ли у них несчастные случаи на объекте. Но промышленная безопасность не шутка, и чтобы снизить аварийность, в Самаре появилась специальная комната страха. Авторы идеи поделили экспозицию комнаты психологического воздействия на две части – причины и последствия. Слева – неисправные инструменты и средства индивидуальной защиты. Диски для болгарки с отбитым краем, неисправные дрели, электрические розетки, противогазы с разбитыми стеклами, разбитые очки и порванные перчатки. Справа – яркие иллюстрации последствий использования подобных ноу-хау. Самое страшное, что, мне кажется, у нас есть в российском менталитете – это слово из пяти букв овось. А вось пронесет. Вот чтобы не пронесло, и чтобы человек понимал, мы пытаемся сделать так, чтобы он увидел, к чему вот эта сторона неисправного инструмента может привести. И если ты пользуешься этим, завтра ты можешь быть экспонатом на картинке. Столь наглядный инструктаж по охране труда приносит свои плоды. Непосредственно я могу сказать по себе, что после посещения этой комнаты, конечно, на самом деле задумываешься. Увидев это воочию, да, становится на самом деле жутковато. И становится, на самом деле, понимание приходит того, что на самом деле надо относиться к более безопасному производству работ, серьезнее, гораздо серьезнее. Появление комнаты страха уже фактически помогло предприятию свести производственный травматизм к нулю. После ее посещения люди начинают относиться к требованиям промышленной безопасности серьезнее, так как видят, каждый пункт правил техники безопасности буквально в смысле написан чьей-то кровью. Николай Козлов, Александр Каракулько, Новости губернии.